В этом видео мы поговорим о четырёх самых грубых ошибках, которые носители русского языка допускают в английском произношении. Мы поймём, почему они могут сделать вашу речь менее понятной, и узнаем, как их исправлять, чтобы с вами не случился конфуз. Все ошибки в произношении можно разделить на три категории. Первая – это ошибки, которые мешают понимать речь. Например, у многих русскоговорящих одинаково звучат слова «кровать» и «плохой». Bad – bad. Вторая категория – это ошибки, которые вызывают у носителей языка удивление или раздражение. Сюда относятся произношение русского «р» вместо английского «р». И третья категория – это мелкие и малозаметные ошибки, например, потеря двойного ударения в слове «pronunciation». Тщательнее всего нужно работать над ошибками первой категории, чтобы вас наверняка понимали. Ошибки второй категории стоит исправлять, если вы не хотите привлекать внимание к своему акценту. Если вы от них избавитесь, то будьте уверены, носителям языка будет сложно догадаться, откуда вы родом. А это – знак успешной работы над произношением. Ну а ошибки третьей категории стоит исправлять, если вы хотите максимально внедриться в среду и сойти за носителя. Например, если вы хотите играть в американских фильмах. Но не переживайте. Для вхождения в роль у вас будет специальный тренер по акцентам, который научит вас говорить с любым нужным произношением. А откуда мы знаем, что какие-то ошибки грубее других? В любом языке и акценте есть собственный набор звуков, которые носители различают без проблем. Такие звуки в лингвистике называются фонемы. Например, мы в русском языке различаем твердые и мягкие согласные. И для нас «быт» и «быть» звучат по-разному. Это называется «минимальная пара» – два слова, которые различаются ровно одной фонемой. А для носителя английского языка такое различие совершенно непривычно. Поэтому американец, который начинает изучать русский язык, станет одинаково произносить слова «быть», «быть», «кон», «конь» и многие другие. Одна ошибка вряд ли сделает всю фразу непонятной. Однако реальность такова, что при сильном акценте будет масса ошибок в каждом предложении. Это как плохая телефонная связь. Слушатели будут напрягаться, чтобы уловить смысл и догадаться, что именно вы имели в виду. В этом видео мы разберем ошибки первой категории, то есть самые критические. А до остальных доберемся в следующий раз. Первая типичная ошибка русскоговорящих – это смешение долгого гласного «и» и краткого «э». Путают их не потому, что таких звуков нет в русском языке. Они есть, но мы не привыкли передавать значение разницы между ними. Это очень неприятная ошибка, потому что из-за нее смешиваются такие слова, как Названия долгие и краткие здесь достаточно условные, потому что главное различие между этими гласными – не долгота, а тембр звука. Более точное название – это напряженный и ненапряженный гласный. Английский долгий напряженный «и» соответствует русскому ударному «и» как в слове «мир», но произносится более протяжно и губы широко улыбаются. Английский краткий, ненапряженный «э» соответствует русскому безударному «и» как в слове «леса», но произносится более расслабленно. Большинство носителей русского языка точно так же произносят безударный «е», поэтому «леса» может быть и «рыжие леса», и «зеленые леса». Здесь важно не растягивать губы в улыбку и не поднимать язык слишком высоко к небу. Тогда будет хорошо слышно контраст. В русском языке напряженный звук бывает только под ударением, а ненапряженный только без ударения, поэтому не может быть минимальной пары слов, которые различаются только этими звуками. Вот из-за этого русское ухо ненатренировано чувствовать разницу. В украинском языке есть звук «ы», как в слове «лес». Этот гласный похож на английский ненапряженный «ы», но произносится широко растянутыми губами, а язык немного сильнее отодвигается назад вглубь рта. Поэтому, если вы знаете украинский, то вам нужно взять звук «ы», расслабить губы и продвинуть язык немного вперед. «И», «ы». Минимальные пары слов на «и», «ы». «Хит», «хит». «Фит», «фит», «лип», «лип», «сик», «сик», «щип», «шип», «стил», «стил». Вторая пара гласных, которые нельзя путать, это «э», «а», как в словах «bed», «bad». Английский звук «э», как в слове «bed», «кровать», соответствует русскому «э», как в слове «эму». С ним особых проблем не возникает. А вот звук «э», как в слове «bad», плохой, похож на гласное слове «пять». В русском языке его передает буква «я» между мягких согласных. Потяните. «Пяааать». Вот такой звук. Его можно получить, если зафиксировать язык как для звука «э» и шире раскрыть рот. «Э-а», 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 «э-а». В современном британском английском этот гласный стал еще более открытым. «А». От обычного русского «а» он отличается тем, что язык тут продвинут вперед. «А», 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 «а». Минимальные пары слов на «э», 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 «бэд», «бэд», «бэг», «бэг», «хэд», «хэд», «сэд», «сэд». И на закуску слова на все четырегласных. «И», «Ы», «э», 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 «бэд», 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 «дэд», 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 «лэд», «лид», «лэд», «лэд», «лэд». В русском языке мы различаем звонкие и глухие согласные. И не путаем такие слова, как «бар», «пар», «дверь», «тверь», «коза», «коса». Разница здесь в том, что на звонких согласных у нас колеблются голосовые связки, а на глухих нет. В английском языке тоже есть глухие и звонкие согласные, но контраст между ними строится хитрее, чем в русском языке. И здесь участие голоса не всегда главный признак. Поэтому вместо терминов «глухие и звонкие» для английского языка часто используются названия «сильные и слабые согласные». В начале ударного слога глухие взрывные согласные «п», «т», «к» придыхаются. То есть за ними идет резкий выдох, и только потом начинают колебаться голосовые связки. В транскрипции придыхание обозначается настрочной буквой «h». А вот звуки «б», «д», «г» не придыхаются. И это их главное отличие, потому что они могут произноситься глухо или почти глухо. Англофон различает такие слова, как «пол», «бул» именно по придыханию, а не по звонкости согласного. Сравните. «Пол», «пул», «бул». Здесь русское ухо воспринимает средний вариант как «тянуть», потому что согласный – глухой. А английское ухо слышит здесь «бык», потому что отсутствует придыхание. Да, есть акценты английского языка, где придыхание отсутствует, например, в Южной Африке. Но для большинства англофонов такое произношение – это южноафриканская экзотика. Так что не пренебрегайте придыханием. Минимальные пары на придыхание. В позиции после гласного различие между сильными и слабыми согласными еще хитрее. Сильный согласный укорачивает предыдущий гласный. И это самый существенный признак для носителей английского языка. Особенно это заметно для долгих гласных и дифтонгов, которые сокращаются в два раза. А краткие гласные становятся в полтора раза короче. И для дополнительного контраста перед сильными согласными «п», «т», «к», «ч» часто звучит усиливающая гортанная смычка. Это звук как в слове «не а». А слабые согласные не укорачивают гласный, перед ними не бывает гортанной смычки, и они могут звучать звонко, хотя могут и оглушаться. Вот и получается, что англофоны различают сильные и слабые согласные в конце слов. А у нас в русском языке одинаково звучат «рок», «рок», «кот», «кот», «мак», «мак». Минимальные пары в английском. Пап, паб, фид, фид, рак, раг, рич, ридж. Еще один важный нюанс. В русском языке глухой согласный может озвончаться. Кот да винчи, кот да винчи. Здесь в слове «да» у нас звонкий, шумный согласный, и он озвончает «т» в слове «кот». Это называется рекрессивное озвончение, когда последующий звук влияет на предыдущий. А в английском языке такого озвончения нет, поэтому «пикбокс», «пикбокс», «выбирать книги», «книги о свиньях» всегда звучит по-разному. За регрессивным озвончением в своем английском произношении нужно следить, потому что у нас оно происходит на автомате, а в английском языке может поменять смысл слова. Резюме. Сильные согласные в целом произносятся более энергично и долго, а слабые – более вяло. Сильные согласные всегда глухие и никогда не озвончаются. Слабые согласные могут быть звонкими, но могут частично или полностью оглушаться. В начале ударного слога взрывные сильные согласные «п», «т», «к» произносятся с придыханием. У слабых согласных придыхания нет. Сильные согласные укорачивают предыдущий гласный, а слабые – нет. В конце слога перед «п», «т», «к», «ч» часто звучит усиливающая гортанная смычка. И еще одна пара согласных, которые нельзя путать – это «в», «в». Каждый из этих звуков по отдельности произносить несложно. Звук «в» вообще есть в русском языке. Звука «в» в русском нет, но его можно получить из гласного «у». В русской передаче буквы «в» и «в» передают по-разному. «В» как «в», «в» как «у». Например, принято писать «уильям», а не «вильям». Но все равно в русском акценте эти звуки смешиваются. Иногда даже оба произносятся как «в». Наверное, кому-то кажется, что это более английский акцент. Но чаще в русском акценте здесь звучит либо «в», либо один простой и хитрый промежуточный звук, о котором мы даже не подозреваем. В русском языке мы часто произносим «в» лениво. У нас нижняя губа не доезжает до верхних зубов. И получается звук «в». Это аппроксимант, то есть очень звучный, согласный, для которого воздух проходит через широкую щель без шума. Английский «в» – это тоже аппроксимант. Для русского уха наш аппроксимант «в» воспринимается как «в», а для английского он промежуточный между «в» и «в». Поэтому приходится угадывать, что имеется в виду. Поэтому для хорошего английского «в» следите, чтобы нижняя губа дотрагивалась до верхних зубов. В выражении «very well» начальные звуки разные. Это не «very well», не «very well», это «very well». Минимальные пары на «в» – «в». Мы рассмотрели четыре самых критических ошибки русского акцента, которые мешают понимать речь. Это потери контраста между звуками, которые служат для развлечения слов по смыслу. Гласные «и» – «ы». «Sheep» – «ship». Гласные «э» – «а». «Bed» – «bad». Глухие и звонкие согласные «fid» – «fid». Согласные «в» – «w». «Vest» – «west». В следующих видео мы разберем менее существенные контрасты между звуками. Мы узнаем, как скрыть русский акцент и как сделать свое произношение более американским или более британским. Изучайте фонетику. Разв Polizell » – «ями» – «мы». Наш мы bronze homepage! «Я Oscars» – «נкolín». Оrada�вь и попадаем наource. «Но равный». «Но, где зло». «Но». 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 Продолжение следует...